МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анастасия официально приехала в Омск, чтобы лично поздравить победителей. В первую очередь поздравить всех вариантов и премий. Знаете, прекрасно, что здесь очень много номинаций. Показывается весь спектр работы, как и спортсмены, которые достигают самых больших результатов в Олимпийских игр, в чемпионатах, в видах спорта, которые не являются Олимпийскими. Это и для этой семьи спортивные. Среди спортивных журналистов в этом году отличился и автор книги о юбилейном сибирском полумараконе Андрей Чижов. Вот такое событие в моей жизни, наверное, будет самое знаменательное наравне с рождением детей, вот таких каких-то химийных событий. Потому что лично я к этой награде, наверное, шел 25 лет. Награда, я считаю, что мне дана за книгу об истории марафона. И о марафоне я писал 25 лет, и собирал архивные материалы, и как бы жил этой темой, и этой темой продолжая жить. Самой активной среди спортивных семей признана семья Политаевых, которая уже много лет принимает участие в областных спортивных праздниках. Стоит за этим, конечно, труд, терпение, как и мамы, как и папы, так и детей. Потому что мы сначала выступали с семьей, считались номинацией «Семья с мальчиком». То есть у нас сын, сейчас он находится в Костроме, выступает за Урал и Западную Сибирь по футболу. Мальчик вырос, вот сейчас с дочерью выступаем. На королеве спорта на областных праздниках Севера. Звания «Лучший спортсмен года» в олимпийских видах были удостойны биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр Сочи Яна Романова и чемпион мира по хоккею Сергей Калинин. Помимо доблести, десятью президентскими наградами за вклад в подготовку олимпийских и паралимпийских игр были отмечены представители организаций Омской области. Напомним, что спортивная премия губернатора Омской области «Доблесть» вручается на протяжении 11 лет. Именно 2004 год был объявлен в нашем регионе годом спорта и здорового образа жизни.